Привет, мои дорогие! Сейчас хочу поговорить о людях, которым все должны. Есть такой тип людей. Вот запомните, никто никому ничего не должен, ни вы никому не должны, ни вам никто не должен. Упритесь вот в эту теорию, и легче всего вам будет жить. Потому что если вы решили поломать мир, изменить мир, потому что вам вдруг так захотелось, ну, не получится. Нужно быть действительно очень высокоэнергетичным человеком, быть воином, быть предводителем, быть каким-то сильным политиком, ну, не знаю, там, полководцем, чтобы менять мир. Если вы обычная букашечка, которая работает где-то на фирме, ну, у вас это вряд ли получится. Нет у вас ни силы, ни энергии, чтобы менять мир. Это вот представьте, человек подходит к реке и говорит, вот возьми, вот я сейчас в тебя войду, а ты меня перенеси наверх. А река говорит, да пошел ты, я плыву вниз, мне с тобой вообще не по пути. Ну, человек привозит дамбы, там ставит машины огромные, перекрывает реку, ну, и делает по-своему. И что в итоге получается? Какой-нибудь природный коллапс. Природа и так, и так, река ему отомстит за это. И так во всем. Закон энергии никто не отменял. Если вы поперли против энергии, она вам даст так, что вам мало не покажется. Я вот хочу рассказать о таких людях, например, инвалиды, которые считают, что им все должны, что им должны уступать место в очереди. Вот беременные женщины, которые бегают и кричат, что я беременная, мне все должны. Еще такой есть тип матери-одиночки. И вот я вот расскажу, как это просто работает в виде энергии. Вот такая вот, ну, возьмем маленькую фирму, там работают женщины, и такая вот мать-одиночка идет в бюро к шефу и говорит, вы обязаны дать мне отпуск, потому что у моего сына, к примеру, каникулы. И шеф такой, ну да, а она мать-одиночка, да. Он такой, ну, значит, я должен ей дать отпуск. Да, по закону так положено. Он дает ей отпуск, смотрит, а в календаре в это время должна была идти там какая-то другая женщина. Допустим, ее зовут Лена. Эта женщина должна была пойти в отпуск. Ну, у нее нормальная полноценная семья. Муж, там, двое детей. И как бы она уже стоит на втором месте. Шеф идет к этой женщине, говорит, ну, извини, Леночка, ну, я не могу тебе дать отпуск. Давай ты возьмешь отпуск там через два месяца. Леночка идет обиженная, злая, скрипя зубами домой. Рассказывает об этом мужу. Говорит, ну, дорогой, извини, мы не поедем к твоей маме на день рождения. Мне отказали. Шеф отдал мой отпуск матери-одиночке. Муж тоже злой, потому что уже там маму свою два года не видел. Скрижечет зубами, звонит маме, говорит, мама, извини, я не приеду, потому что Леночке отпуск не дали. Приходят дети там со школы и говорят, детки, извините, мы к бабушке в гости не едем. Детки расстроены, потому что уже все было запланировано, чемоданчики эти собраны. Вот и все злые, да. Теперь еще бабушка узнает, что внуки к ней не приедут, любимый сын с невесткой не приедет. Бабушка тоже там молниями гремит, бросает, да, громом гремит, молниями бросает. Садится на телефончик, начинает обзванивать всех своих подружек и говорить, вот, представляете, там сын не приедет, потому что его жене Леночке не дали отпуск из-за какой-то там матери-одиночки. Вы представьте, какая эта негативная энергия собирается. Огромный кокон на всей этой ситуации. Негатива очень много, и кому же вернется этот негатив, кому Вселенная даст под зад, вот именно вот этой вот девочке, девочке, ну, матери-одиночке, скажем так. Она отсидит там свою недельку с сыном дома, поиграет там, какие-то там лего поскладывает, но когда она вернется на работу, весь коллектив на нее будет криво смотреть. Она начнет вот эту энергию негативную хапать, вдруг она начнет болеть, вдруг она, вдруг ее ребенок начнет там проблемы в школе. А вы знаете, это так, когда приходит энергия плохая, она бьет туда, там, где слабо, как говорят, ниточка рвется там, где слабо, там и рвется, да, так, по-моему, говорят. И вот, получит она именно в то место, где у нее хуже всего. Если у нее проблемы в взаимоотношениях, получит она по взаимоотношениям. Если у нее проблемы со здоровьем, с здоровьем, с чем еще, может, с финансами. Она уже и так несчастная, понимаете, там-то бить, господи, хлопушкой прибьешь. А вот представьте, этот весь огромный кокон на нее сваливается, вот этой вот ненавистной энергии. Ну и вдруг она начинает болеть, девочки перестают с ней на работе здороваться, какие-то болезни начинают цепляться, усы на проблемы. Ну и все, вот так вот история заканчивается. А она-то не поняла, откуда это пришло. Она все дальше думает, что ей все должны, и будет дальше ходить и требовать. Жизнь ее будет учить, она не будет понимать, что, к чему это все. А знаете, о чем меня, наверное, бесит это все? Потому что я была матерью-одиночкой, которая ни разу не пошла, и не потребовала, и не попросила. И меня это очень грызет, и я вот за это всегда очень сильно цепляюсь, и это меня сильно раздражает. У нас была одна ситуация такая, одна женщина сказала вот такой одной матери-одиночке, говорит, Слушай, ну это же не моя проблема, то, что ты не смогла сохранить свою семью. Из-за того, что я свою сохранила, да, я теперь все время должна страдать, потому что ты все время передо мной. А я сейчас оказалась в такой ситуации, что я одинокая женщина, с отличным здоровьем, со взрослым 20-летним сыном, и я теперь все время стою на последнем месте. Вот я уже работаю почти два года, я даже не могу получить отпуск. Я за практически два года один раз имела три дня отпуска вместе. Мне дают отпуск вот так вот, там один день тыкнули, там один день тыкнули, там вот что-то там. Не было, не было работы, то распустили домой, записали мне отпуск. Вот так вот я могу. У меня теперь нет никаких прав, понимаете? Если ты здоровая, если ты свободная, если ты счастливая, то херять за всех. Потому что все перед тобой имеют место, ну, впереди все, впереди, потому что они все жертвы. А еще, знаете, вот эти, например, беременные, там, пхаются без очереди, например. Да, вот представьте, стоит очередь 10 человек и прется беременная с животом. Пропустите, я беременна. Вот вся эта очередь, что они о ней подумают? Ну, неужели вот эта беременная думает, что о ней подумают хорошо? Но никто о ней хорошо не подумает. И полетят ей вслед такие всякие желания, что мама не горюй. Так вот, а еще хочу обратиться вот к этим девочкам, которые мне пишут, чтобы я и мужа назад вернула. Или там парень ушел, сделайте обряд. Не сделаю, не делаю я таких вещей, потому что у каждого своя воля. Я реки вспять не собираюсь поворачивать, потому что за это потом всегда приходит откат от вселенной. Если мужчина от вас ушел, ну, значит, он ушел туда, где лучше. Или женщина от вас ушла, какая разница? А тем более, если она с чемоданом просто ушла в синюю даль, ну, значит, вы человек говно, что от вас ушли. Просто жить где-то на съемной квартире, только чтобы не жить вместе с вами. И никто, никакая магия. Ну, нет, может, где-то что-то может помочь зазомбировать человека и привезти к вам. Но это делают очень плохие люди. Хорошая ведьма такого делать не будет, потому что это против вселенной, против природы. И у человека, у каждого человека, как у каждого растения, есть свое право иметь свою волю. И вам тоже желаю иметь свою волю. Всем привет, пока!